А еще у меня есть группа ВКонтакте, где я регулярно разыгрываю SSD накопители. Также у меня есть сайт prossd.ru, где я создал удобные сравнительные таблицы, для того, чтобы вы могли зайти, посмотреть, сравнить и выбрать лучший для себя SSD. Всем привет, с вами Давилович, и сегодня новый обзор на бюджетный SSD. В принципе, этот SSD был у меня уже на обзоре, это моделька S55 от Silicon Power, объем 240 гигабайт, но в новом фиолетовом корпусе еще нет. Поэтому давайте посмотрим, отличается ли он от того, что было когда-то давно, и сделаем все тесты. Кстати, данное SSD можно купить по хорошенькой цене, ссылочку оставляю под этим видео, переходите, смотрите, сравнивайте. Снова появилась возможность, и снова на один лишь вечер попал ко мне в руки этот SSD. И, конечно же, я не мог не сделать обзор. Потому что такая возможность неизвестна, будет ли еще по данному SSD. С этим SSD я уже знаком, причем знаком не только по фиолетовому корпусу, но и по предыдущим моделям, которые были в обычных черных корпусах. И, кстати, я встречал уже брак по тем SSD, которые были в черном корпусе. Но Silicon Power не стоит на месте, выпускает новые модельки. То есть, эта моделька у нас заканчивается на TR. Я не знаю, что это обозначает, но это уже что-то обновленное. И, конечно же, хотелось бы узнать, что это за зверь такой бюджетный, как его позиционируют и расхваливают Silicon Power. И посмотреть, стоит ли его вообще покупать. Поэтому давайте быстренько сделаем распаковку. Посмотреть, что внутри, к сожалению, не получится. Потому что гарантийный SSD, и вскрывать его нельзя, несмотря на то, что нет здесь никаких гарантийных пломб. А потом сделаем тесты. Накопитель Silicon Power S55 Slim у нас подставляется вот в такой же упаковке, точно такой же, которая была ранее. Но, как мы можем увидеть сами, здесь мы видим сиреневый фиолетовый корпус. 240 гигабайт, скорость чтения до 550, скорость записи до 450. В общем, 3 года гарантии и бла-бла-бла. На обратной стороне тоже ничего интересного. Самое главное, вот наклеечка с моделью нашего SSD. На окончании появилась TR. Это у нас уже обновленная версия. Что ж, давайте вскрывать упаковку нашего SSD, настройки BIOS, которые тут нам рекомендуют поставить. Ну и все. Вот он, наш SSD Silicon Power S55. Все та же самая наклейка, с тем же самым объемом, тут каким-то кодом, сделанным в Тайване. Ничего не изменилось, за исключением корпуса. Корпус у нас сейчас металлический, вот такой вот сиреневый, фиолетовый. И это хорошо, это хорошо, но, друзья, к сожалению, я не могу вскрывать этот корпус, дабы не лишиться гарантии. Поэтому будем узнавать программно, что там находится внутри. Накопительный Silicon Power S55, объем 240 гигабайт. В фиолетовом корпусе у нас установлен. Ну и давайте перейдем в управление дисками для того, чтобы инициализировать наш новый накопитель. Вот он. Создадим простой том NTFS. И чистый объем у нас составляет 223,55 гигабайт. Отлично. Продолжаем. Следующий у нас CrystalDiskInfo. И давайте смотреть, что же у нас на накопителе здесь. Здесь накопитель определился как Unique 2 S100-240. Так, 5 включений, 0 часов времени работы, всего хостов записей на 2 гигабайта. Видимо, что-то где-то проверяли. Что касается температуры 33 градуса, это значит, что она здесь у нас точно зашита. Но на всякий случай давайте мы запустим Hardware Monitor и свернем ненужное нам устройство. Для того, чтобы посмотреть, будет ли что-то меняться у нас с температурой. Кстати, смарт-параметров у накопителя немного. Следующий тест это, конечно же, CrystalDiskMark. И давайте посмотрим, что же у нас будет на этом тесте. На абсолютно пустом накопителе в 5 прогонов. Так, в 5 прогонов с файлом 1 гигабайт. Ну, а пока у нас запускается и идет тест. Давайте перейдем на официальную страничку нашего SSD. И здесь посмотрим обновление вашего компьютера с минимальными затратами. Серия S55 считается самой бюджетной серией. SLC Cash. Вот такие вот дела. Лучший помощник для экономии вашей времени. В общем, как это заменить в ноутбуке. По-настоящему долговечный. Bad Block Management. Представляете, чего здесь только нет. SLC Cash. Как это все работает. DRAM. Но здесь DRAM кэша нет. Здесь им и не пахнет. В общем, встроена утилита SP Toolbox. В общем, просто это у нас копия от FISON. Вероятнее всего. Все еще посмотрим. Ну и вот наши характеристики. Так. Скорости. Чтение записи не указаны. Здесь у нас для объемов разных. А следовательно у нас Crystal Disk Mark до 500. Crystal Disk Mark до 450. Чтение и запись. Соответственно, имеется вот такая вот страничка. Где у нас указан ресурс нашего SSD. 125 терабайт на запись. С трехлетней гарантией. В принципе, нормально для бюджетного SSD. Что ж, ждем результаты. Итак, тесты у нас завершены. Получили 483 на чтение. 1465 на запись. Скорости записи вопросов нет. Ну а скорость чтения получилась чуть ниже заявлена. На коробке было заявлено 550. На сайте у нас заявлено до 500. Так что тут, в принципе, тоже все нормально. Следом запускаем AS SSD Benchmark. И давайте посмотрим, что у нас будет здесь. Здесь мы получаем схожие параметры с Crystal Disk Mark. Но на копейле получают всего 761 балл. Ну и это у нас примерный размер самых бюджетных SSD. Количество баллов точнее. Продолжаем тесты. Следующий тест от AtoDisk Benchmark. Смотрим на результат здесь. Тесты завершены. Хороший, ровненький, плавненький график. Так, 527 на чтение, 472 на запись получили. Мы на тестах AtoDisk Benchmark. Что ж, отлично. Дальше идем в тест AtoDisk Video Systems. И смотрим, что у нас по скоростям будет здесь. Тоже все здесь нормально. Далее делаем паузу 15 минут. Предварительно выполним команду trim. Через оптимизацию накопителя средствами Windows. И продолжим тестировать уже на тест реальной скорости записи. Что ж, времени прошло достаточно. И давайте копировать папочку рендер объемом 100 гигабайт с нашего накопителя Samsung 970 EVO+. И смотрим, что у нас по скорости. Так, был у нас кэш оперативной памяти. И сейчас у нас скорость потихонечку падает до 210 мегабайт в секунду. Что ж, в принципе, нормально. В принципе, быстро. Давайте смотреть, что будет по скорости записи дальше. Запись первой папки у нас подходит к концу. Скорость колеблется в все тех же пределах. Это 210 мегабайт в секунду. И это, я считаю, хороший результат после переполнения буфера. Отлично. Давайте скопируем папочку еще раз. И подождем. Посмотрим, что у нас будет дальше. Запись второй папки у нас завершается. Завершается скоростью прежняя 210 мегабайт в секунду. Стабильно. Что ж, для бюджетного SSD это, я считаю, нормально. Ждем, пока у нас завершится запись. Выполняем команду Trim через оптимизацию средствами Windows на нашем SSD. Делаем паузу 15 минут и продолжаем тесты. Очередная пауза позади. И давайте запустим CrystalDiskMark на нашем накопителе в один прогон с одним гигабайтом файлом на заполнение 90%. Итак, тест завершился. Сравним с тем, что было у нас на пустом накопителе. Да, скорость немножечко просела на случайное чтение. В остальном, в принципе, все те же самые параметры. Но на этом останавливаться не будем. И давайте запустим такой же тест, но уже с файлом на 8 гигабайт. Ну а здесь результаты еще чуточку пониже. Что ж, в очередной раз делаем паузу 15 минут и переходим к тесту линейной записи в AIDA64. Запускаем утилиту AIDA64. Тест диска. Наш накопитель Unique 2. Линейная запись. Ну и запускаем тест. Давайте посмотрим, что же у нас будет. И запись у нас стартует с отметки 200. Так, 342. 444 мегабайта в секунду. Давайте посмотрим, как долго эта скорость у нас продержится. И потом, я так понимаю, скорость у нас упадет до 212-210 мегабайт в секунду. Так, да. Скорость падает. Буфер здесь у нас небольшой. Так что давайте смотреть, что у нас будет в итоге. Тест у нас подходит к концу. И вот такой вот интересный график мы получаем. Реально скорость записи, как и скорость записи на тесте в AIDA64, в принципе совпало. Скорость у нас колеблется в районе 216-230 мегабайт в секунду. Реально записи было в среднем 210. Так что ж, отличный результат. Буфер у нас здесь небольшой. Буфер порядка 5 гигабайт, на котором скорость у нас составляет 445 мегабайт в секунду. Что ж, отлично. Теперь давайте посмотрим, что же за контроллер здесь у нас установлен. Ну и вероятнее всего это конечно же FISON. Поэтому запустим утилиту FISON Flash ID от Вадима Очкина. И посмотрим, что же нам покажет утилита. Итак, смотрим на контроллер. Да, это у нас PS3111, S11 от FISON. И все та же Intel 64-слойная. Точно такая же, все точно так же, как это было на накопителе Silicon Power S 55 объем 480 гигабайт. Что ж, все с вами увидели. Все тесты сделали. Давайте подводить итоги. Скорости. Заявленные скорости и по факту в принципе совпадают. Здесь абсолютно никаких вопросов нет. Что касается температуры, то увы, она здесь зашита на 33 градуса. Это очень сильно свойственно контроллерам FISON PS3111, S11. Ну, собственно, версия на 480 гигабайт у меня была. И там был именно FISON S11 на памяти Intel 64-слойную. Что здесь, собственно, и повторилось. То есть, здесь все один в один одинаково. Что касается буфера. Есть небольшой, примерно 5 гигабайт, где скорость реальной записи в районе 440 мегабайт в секунду. А вот после переполнения буфера у нас скорость падает до 210. И это нормальная скорость. Да, это скорость хороших жестких дисков. Но не стоит забывать, что у нас здесь все-таки есть буфер. А больше 5 гигабайт гонять с одного SSD на другой SSD в реальной жизни вы вряд ли будете. А следовательно, не факт, что вы вообще увидите просадку по скоростям. А даже если увидите, то ничего страшного. Как на жестком диске все будет копироваться в принципе достаточно быстро. В S-SSD бенчмарк у нас подтверждение того, что это бюджетный SSD. Что ж, в заключении хотелось бы отметить все-таки после переполнения буфера, несмотря на то, что это FISON S11, у нас достаточно высокая скорость. FISON что-то, видимо, подкрутили в своих контроллерах S11 и теперь стало гораздо лучше. Да, буфер остался прежним, в районе 5-6 гигабайт, но все же после переполнения буфера накопитель ведет себя гораздо лучше, чем это было раньше. Покупать данное SSD или нет? Не знаю. Решать вам я советовать его не хочу. Ну и сказать, что это полное АГ тоже не могу. В принципе, более-менее нормально. Тем более для бюджетной принадлежности. Так что, решайте сами. Ну а на этом все. Обязательно ставим лайк, если видео понравилось, дизлайк, если не понравилось. Ну и не забываем про группу ВКонтакте, где я разыгрываю SSD и про сайт ProSSD.ru с удобными сравнительными таблицами. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит этот SSD, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и покупайте. Если, конечно, вас все устраивает. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok